Прошлый год для педагогов и учителей стал действительно непростым. Из-за пандемии коронавируса пришлось применить новый формат обучения – дистанционный. В этом году к сложностям подготовились заранее. Сейчас школы работают в очном режиме, но уже определены критерии для перехода на удаленный формат. Руководствоваться будут четырьмя уровнями. Если общее количество заболевших в школе будет меньше 20%, обучение будут продолжать в обычном режиме. На дистант начнут переходить, если более 20% педагогов уйдет на больничный. Также удаленный формат предусмотрен и для оранжевого уровня. Для последнего введут дополнительный каникулярный период до двух недель. Для снижения риска роста заболевших в образовательных учреждениях в регионе продолжают контролировать количество вакцинированных педагогов. На 1 сентября 2021 года более 21 тысячи педагогов вакцинировано. Это составляет чуть более 71%. То есть мы тот базовый показатель, который установлен, уже перешагнули. Но вместе с тем вакцинация педагогов продолжается. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что среди педагогов есть переболевшие, у которых еще не истек срок для того, чтобы поставить прививку. В школах региона начали реализовывать программы воспитания. Напомним, в июле 2020-го их сделали обязательными для всех учреждений среднего образования. Теперь детей не только будут обучать знаниям, но и воспитывать. Для младших классов предусмотрено усвоение основных норм и традиций общества. Средние классы будут ориентировать на развитие жизненных ценностей. А старшеклассники станут принимать участие в социально значимых делах школы, района и города. Кроме того, некоторые школы края с начала нового учебного года перешли еще и на новую образовательную программу. Вот в рамках работы этих школ и этих классов, которые пошли по новому стандарту, иностранный язык, действительно, второй иностранный язык действительно не обязателен. И обучающиеся по заявлению родителей могут его исключить из своего образовательного процесса. Если мы говорим о тех детях, которые продолжают обучение в соответствии с ВГОС-2010, то иностранный язык, второй иностранный, обязателен. Планируют поднять уровень образования и в сельских школах. В скором времени в классах появится новое оборудование, которое, говорят, позволит улучшить усвоение дисциплин научного профиля. Не останутся без внимания и коррекционные школы. Там продолжат устанавливать уникальное лабораторное оборудование, чтобы дети легче адаптировались к условиям современного мира. София Яценко. День с толком.